Привет, друзья, меня зовут Александр, это канал Муздлов Плей, и мы с вами продолжаем играть в раз, продолжаем выживать в этой игре на официальном сервере. Соответственно, долго думал добавлять ли выпуск строительства или не добавлять, решил на ускоренной перемоточке немножко построить дом. Я обычно строю себе вот такие дома, где-то 2 на 2 получается квадраты, а вокруг обношу всё треугольными буферками, где возможно, ну, где возможно квадратными. Соответственно, стараюсь сделать где-то 2, ну, 2 это минимум слоя буферок, желательно сделать 3-4 слоя буферок, чтобы до центра с боковинки было очень сложно пробиться. Во всяком случае, пришлось бы потратить довольно-таки большое количество ресурсов. Опять же, когда я выхожу из игры, я стараюсь всегда слить все ресурсы, то есть, ну, весь камень пустить в стройку, весь металл пустить в стройку, всю взрывчатку истратить на рейды. И выходишь со спокойной душой, зная, что даже если тебя зарейдят, люди абсолютно не окупятся, ничего с твоего дома не получат. Это как-то, я не знаю, врасти это реально греет душу, потому что не то, что ты людям напаганил, а то, что ты, в принципе, ничего не потерял и получил вчера удовольствие, порейдил, построил, всё путём. То есть, обычно стараюсь делать так. Я, конечно, знаю про двойные стены, но на двойные стены мне нужно больше ресурсов, а на классике это сделать довольно-таки сложно. И меня, честно говоря, серьёзно так удивили комментарии под прошлым выпуском из раздела, что я что-то, не знаю, как это сказать, то есть, подстава какая-то была или постанова, но на самом деле никакой постановы не было. Я вот сейчас даже добавлю то, что я не добавил в прошлый выпуск. Вот этот кусок, я просто бегал по горам недалеко от своего дома и собирал, просто собирал камни, собирал руду. Увидел вот этот огромный, если не ошибаюсь, девятиэтажный дом, он реально очень большой. Я его потом позднее отбегал с нескольких сторон, везде буферки и везде очень много домиков рядом с ним, и башенок, и домиков. Соответственно, после чего я пошёл вниз, потому что там увидел ещё один камушек его собрать. Просто, просто на самом деле бегал, фармил, естественно, искал домик для рейда, но вот этот огромный дом я рейдить абсолютно не собирался. И я понял, что рядом со мной живёт какой-то очень большой клан, потому что это классика соло, вот на такой домик за несколько дней нафармить, это очень сложно. И потом, вот эти вот кадры вы уже видели, здесь я нахожу этот дом, который мы с вами зарейдили через окно. То есть, ребят, как бы я мог на самом деле на классике соло нафармить такие ресурсы? Во-первых, это вообще первые сутки игры, мне дико повезло, да? Во-вторых, сколько там ноутбуков, вы представляете, сколько по РТшкам нужно бегать без оружия, без всего? Это, это просто анрельно, это просто анрельно. Это можно сделать только, когда у тебя есть клан, и клан бегает. Ну, ладно, я просто оправдываться не буду больше. Те, кто не верит, да бог с ними, пускай не верит, пускай пишет, что постанова. Мне плевать, давайте лучше дальше играть, выживать. Я с этого рейда получил просто дичайшее удовольствие, потому что это реально был самый крутой мой рейд на классике за всю историю мою в раз. То есть, я там, блин, все получилось просто суперски. И в этом выпуске я хотел бы сходить повыселять соседей, потому что мы с вами получили сешки, получили ракеты. Плюс у меня еще была сера, вот я построил себе четырехэтажный домик, полностью все закрыл, все этажи, везде есть крыша, потолки, везде есть комнаты, везде есть двери. То есть, ни один проемчик не пропущен, везде стоит либо стена, либо дверь. Это обеспечивает надежность дому. Соответственно, дом будем строить где-то 7-8 этажный, как минимум. Наверху будет еще один шкаф, чтобы сложнее было пристроиться сверху, и лут у нас будет примерно где-то посередине. С двух сторон будут буферные этажи, через которые, опять же, будет довольно-таки сложно пробиваться. Ну и дальше я просто вставлю сейчас запись, которую сделал уже во время игры, во время записи, а это я добавляю при монтаже. Вот здесь у меня рядом с домом живут соседи какие-то. Так, билдинг-блок, понял. Ну вообще странно, я вот вижу, что здесь стена недостроенная, да? Здесь вот постоянно горела печка большая. Пока я строил, и вчера нагрела. Так, там потолок тоже недостроен. Интересно, чем-нибудь внутри найдем. Кто-то пишет русско из номер 1. Видимо, русские тоже играют здесь, или что, или просто кто-то из иностранцев стебется. Это европейский официальный сервер. Один из европейских, так что... Это не русский, то есть есть русские классики, да, серваки, где там X1, и нету никаких китов, телепортов и прочего. Нет, это европейский, именно официальный от компании Face Punch. Так, ну понятно, здесь крыши нет. Здесь вообще все недостроено. Ладно, давайте поищем, может, какие-нибудь... Есть сачелы, как они называются-то, блин. Тынички, тынички, может, тынички. Тыников я там не нашел, все обладил. А в этом по соседству доме что-нибудь есть, как думаете? В принципе... Вот кто это здесь построил? Это кто-то пристраивался к нему, или что? Давайте внутрь попытаемся запрыгнуть через окно. Блин, ну я в прошлый-то раз так хорошо натренировался, что не получается. Давай, запрыгивай. Давай. Зараза. Ну же, есть, отлично. Есть, шикарно. А, слипер какой-то. Несго. Немножко дерева, немножко ткани, навряд ли это его дом. Потому что он абсолютно... И здесь пусто, да. Он абсолютно пустой. Слушайте. Что за бред? Полы наполовину каменные, наполовину металлические. Это явно он, видимо, плавил ресурсы и все ресурсы потратил в дом. То есть он здесь, наверное, решил продолжать строиться. Я все понял. Я все понял. Я, скорее всего, теперь буду добавлять много именно в выпуске вот то, как я нахожу дома, чтобы потом никто не обвинял меня в том, что какая-то подстанова, что я там что-то сам построил. Погнали дальше. О, вижу серный камень. Это хорошо. Погнали дальше. Там я еще парочку домиков бегал, видел. Есть. Вон башня справа стоит. И вот здесь вот на горе стоит домик. Так. Давай запрыгивать. Давай, 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 давай. Давай. Черт. Зараза. Нет, здесь не получится. И сюда я тоже не запрыгнул. Ладно, бог с ним. Вон еще серный камень. Сейчас быстренько соберем. И здесь два домика стоит. Вот этот одноэтажный. М-м-м-м. Так. Секунду. А, потолок выломан. Все, я понял. Его либо зарыдили, либо опять же не достроили. Скорее всего зарыдили. Потолки деревянные. Камышек собрали. Еще один серный вижу. О, поперло. Нормально. 600 серый, как с куста. Есть. И вот тот домик, да? Блин, я так не люблю башни такие рейдить. Но если внутри система... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зараза, бежим. Зараза, бежим, бежим, бежим. А, черт с тобой. Я просто как бы испугался, что здесь везде билдинг-блок. И я даже не смогу сейчас поставить фундамент. Решил просто его расстрелять. Сидим, ждем. Потому что совсем недавно тогда большая печь горела. Может быть, кто-то из соседей дома. Может, сейчас кто-нибудь на выстрелы придет? Может, кто-то на выстрелы придет. Сидим, ждем. Блин, давай тогда полечимся, что ли? Давай лечиться. Ладно, один шприц оставлю. Вроде тишина, да? А я с собой хороший топорик не взял. У меня только вот этот селвич. Я не помню, как он по-русски переводится. То есть топор из лезвий и металлических труб. А с помощью него хорошо только дерево рубить. Мясо собирать с него очень плохо. Вот та вот полностью металлическая башня, она, конечно, меня немножко напрягает. Это тоже... Это реально очень много нужно металла, чтобы все вот это проапгрейдить. И там же, как видите, не просто металлическая башня, там еще пристройки какие-то. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Здесь все выломано. Здесь... Нет, это скорее даже не достроено, да, чем выломано. Но... Хотя... Чертова знает. Может быть, кто-то действительно здесь взрывал? Сложно сказать. Я вчера слышал с этой стороны взрывы довольно-таки большое количество. Но неужто они столько дверей взорвали? Это, честно говоря, бред. Вот поэтому я на самом деле очень не люблю вот такие. МВК у чувака. Шесть штучек, но все равно соберем. Все равно приятно. На классике МВК очень сложно добывать. Соответственно... Странно. Если это рейдили, то... Здесь что-то... Здесь люк выбили, а наверх уже не поднялись. Странный дом. Не знаю. Может быть, рейдили. Но лучше к нему было бы пристраиваться, наверное. Смотрите, здесь вот металлический домик. Давайте посмотрим, он у нас целехонький или как. Крыши вроде не выломаны. И крыши тоже металлические. Так, это уже интереснее. Это уже интереснее. Давай. Соберемся. Фундаменты практически целые. Так, есть вариант сверху куда-нибудь продолбиться. Но есть большая опасность куда-нибудь в буферку попасть. И, возможно, вариант нормальный будет просто через двери пройти. Ладно, не, не буду через потолок. У меня уже такие были вещи, что я попадал в буферки. Побежал за взрывчаткой. Будем через двери взрывать. Бог с ним. Я думаю, что через дверь будет самый-самый оптимальный вариант. Ну что, ребят, я с собой принес сумки с зарядом. Принес ракеты. Взял пять сумок, пять ракет. Ну, просто гранатами я не очень люблю. С сумкой самое оно. Конечно, гранатами меньше ресурсов тратишь. А мне кажется, сейчас гранаты меньше наносят... Блин. Зараза. Меньше наносят урона. Я вроде об этом читал в патчноуте. Где в блоге или как там. Так. Стреляем. Есть. Выбили. Выбили, выбили. Там еще одна дверь, да? Спальник стоит. Отлично. Давай еще кидаем сумочку. Так, еще кидаем сумочку. Ты считал в деф-блоге, что меньше стали гранаты наносить урона. И ракета сейчас взорвется туда. Давай. Ой-ё. Ой-ё. О, я ракету зря потратил. Блин. Так, что у него здесь? Зараза. А я могу дверь поставить? Может, я выбил ему шкаф? Шкафа не видно, да? Нет. Building Blocked. Где шкаф? Здесь, видимо, еще печка стояла. Уголь, да? А, или костер. Костер, скорее всего. Ммм. Жир. А, во-во-во. Ткань 173. Это уже хорошо. Нормально. Сколько получается? 1100 там. Пороха. Чуть-чуть МВК. Много камня. Немного есть компонентов. Много ниток. Это хорошо. Так. Ну, так. Всего остального по мелочи. Сейчас главное все быстренько взять самое нужное. И нести в дом. Потому что могут прибежать на взрывы. Давайте быстренько проверять, что здесь. Револьвер патроны. Револьвер патроны. О, еще МВК. Еще МВК. Замечательно. Из МВК здесь все время не хватает. Потому что нужно ставить нормальный... И металл. Нормальный. Нужно ставить нормальные двери. А, ну, естественно, из МВК. Но на них нужно еще шестеренок добыть. Эээ, где-то. И здесь прилично камни. Сколько получается? 6-8 тысяч камней. Пару тысяч дерева. Замечательно. Дерево мы сразу забираем. Потому что у меня его постоянно не хватает. Постоянно в печках все сжигаю. А за камнем мы еще сюда вернемся. Вот это заберем. И... Кто? Нет, это олень, да? А, нет, кабан. Кабан. Ладно. Вроде тишина. А где у него шкаф? В буферке в какой-нибудь, скорее всего, все-таки, да? Ладно, погнали отсюда домой. Конечно, я... Я дико лоханулся. Я сейчас потратил ракету. Я сейчас... Сейчас будет комментарий. А, там лошара. Да не-не, лошара, конечно, лошара. Это, знаете, на нервозе. Я даже не посмотрел, сколько жизней у двери. Я даже не обратил на это внимания. Так, нет, здесь мы разобьемся. Давайте здесь по левой стороне. Все, дома. Так, все выкладываем. Так, вообще неплохо. Вообще по ресурсам у нас сейчас все очень неплохо. Можно будет еще рейдить. Снова здесь. Забираем камень. Никто не приходил. Нам везет. Нам везет, нам везет. И компоненты тоже все забираем. Веревки, трубы. Это забираем. Топливо. Можно и это забрать. Потом перемолим. Так. Это тоже нужно. Это сделаем нормальные топоры. Это нам для ткани. Ну, кожи у меня много. Но все равно заберем. Здесь фуфлыга. Это там кабан топает. А, да, металл. Металл, металл. Металл тоже забираем. Все. Получается, здесь все полностью забрали. Ну, рейд, конечно, не окупился. Но нормально. Если бы я... Блин, кабан, свали. Если бы я не жахнул ракетой внутрь дома. Блин. Если бы я этого не сделал. То рейд бы окупился вот стопудяк. А так... А так получилось, что 650 пороха похерил. Так. Одна стишка у меня была. Еще одну быстренько закрафтил. Сейчас с вами... Пойдем еще один домик взорвем. Блин. Дверь закройся. Пойдем сейчас еще один здесь домик. Зарвем очень... Блин. Зараза. Нужно было сначала выпрыгнуть, а потом дверь закрывать. Зажимает, потому что... Ну, вот эта вот система... Ну, это просто из-за того, что там коробочка стоит. Соответственно... Ну, как видите, я здесь еще пристроил себе одну буферку. Теперь у меня получается сколько? Раз, два, три, четыре, пять. Семь дверей до основного лута на первом этаже. Но нужно уже лут перетаскивать куда-нибудь наверх. Так. Вот он здесь стоит. Одноэтажный. Очень непонятно. У него, в принципе... Какой-то такой треугольный дом у них. Вообще непонятно. И буферки какие-то. Ладно. Сейчас попытаемся через двери пройти прям сишками. Надеюсь, одна взорвалась. Надеюсь... Да, еще одна дверь. Надеюсь, что всего две двери. Я надеюсь, что всего две двери. У него уже немножко подгнил фундамент. Поэтому, мне кажется, он здесь стоит довольно-таки давно. Ну, сейчас посмотрим. Может быть, соседи что-то внутри оставили. О-о-о, прикольно. Давайте авторизуемся. Нет, очистить, авторизоваться. Нормально, МВК. Томпсон сразу. Жирочек. Хорошо. Пусто. 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 Чего? В печках. Странно. Как так? Дем-дем-дем-дем-дем. Они переехали отсюда? Почему здесь Томпсон, Жир? Или это на всякий пожарный... Может быть, это какой-то запасной домик? И оружка оставлена просто на всякий пожарный, чтобы сюда можно было встать на этих спальниках и бежать к своему дому, если его будут рейдить? Возможно, так. А так тоже, наверное, хозяева переехали. Ну да ладно. Сейчас мы там двери застроим, уничтожим спальники и застроим двери. У нас там будет, ну, просто зона, билдин-прибилоч наш. Там никто не сможет, кроме нас, строиться. Соответственно, не будет рядом с домом появляться новых домов. Ладненько. Сейчас выложу Томпсона, потому что не хочу с ним бегать. В принципе, меня пистолет-пулемет, он вполне устраивает. Вот. А Томпсона просто выложим. Следующий день, ребят. В общем, рядом с домиком появилась вот такая вот деревянная приблуда. Строиться я рядом с ней могу. То есть, в ней шкаф не стоит. Очень странно. Но, думаю, все равно нужно будет ее выжигать. И вон, видите, гриб появился. Вчера не было. За ночь построились. Вчера этого не было. В принципе, много посадили здесь. Очень много посадили этих самых тыков. Теперь можно бегать, собирать, кушать. В общем, сейчас надолблю дерево на пристройку. И пойдем попытаемся в этот гриб пристроиться. Посмотрим, возможно, это сделать или нет. Я там побегал. Он дурацки построен. Можно, ну, как бы сказать, он построен прямо под скалой. По большому счету. Можно со скалы. Я думаю, в него будет пристроиться. Грибы нужно строить на более открытой местности. Так строить нельзя. В общем, жгу сейчас этот дом. Решил сначала его выжечь. Потом к грибу пойдем. Трое ребят бегали. Я только успел зайти в дом, занести дерево. И слышу шаги. И двое точно разговаривали. Но мне показалось, что был третий. Хотя, может, животное. Соответственно, сейчас быстренько выжгем для начала дома. Потом пойдем пристраиваться. Потому что как-то мне неспокойно строить пристройку, когда рядом народ бегает. Так, сколько у нас там сейчас осталось? Еще 145. Ладненько, я сейчас это все... Блин! Я сейчас все это быстро выжгу и продолжим. Есть, все. Выжиг стенку. Что у нас внутри? Так. Один сундук. Какой-то мусор, шлаг какой-то. Вообще не понимаю, как так. Откуда у него сундук? Здесь не печка. Ну, нет. Но он мог, наверное, поплавить в большой печи. Точно. Он мог в большой печи поплавить. Там просто металлическая дверь стоит при входе. Но это шлаг. Это на самом деле шлаг. Так, в общем, я сейчас спальник, сундук, все отсюда вырубаю. Ставлю свой шкаф и апгрейзжу все в камень. Делаю это своей собственной буферкой. Потом пойдем пристраиваться к грибу. Так. Нужно найти место, где к нему можно будет пристроиться ближе всего. Везде билда бьет, зараза. Везде бьет билда. Но я думаю, что сейчас где-нибудь на каком-нибудь скале мы сможем пристроиться. Вот где-нибудь, где-нибудь здесь вот. Топай, топай, топай. Что ж бил... О! Есть, есть, есть. Отлично. Где-нибудь здесь, наверное, пристроимся к нему, да? Нет. Билдинг привиледж, билдинг привиледж. Давай, 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 давай. Стройся. Есть, нашел место. Отлично. Там было слишком близко. Чуть-чуть сдвинул сюда. Поближе. Теперь можно ставить дверные проемы. Дверные проемы не мог ставить. Чуть-чуть пришлось еще сдвинуть. Но я думаю, нормально. Думаю, что допрыгнем. Ну, как я говорил, что я не очень хорошо умею строить пристройки. Может быть, это моя там пятая пристройка вообще за все время игры. Но, в принципе, я знаю, как это делается. Так что я думаю, у нас все получится. Давайте быстренько лестницу ставим. Сейчас попробуем наверх пристроиться. Я не думаю, что здесь очень много этажей придется строить. Потому что, ну, здесь недалеко. Здесь реально недалеко. Я уверен, что мы допрыгнем. Давайте сейчас, наверное, стеночки ему боковые там выбьем. То есть я поставлю здесь треугольничек. Нет, ну отсюда-то я абсолютно точно не допрыгну. Я думаю, что надо ему вот эти боковые стеночки нафиг выбить. Потому что они, видите, недостроенные. Мы, видимо, ресурсов не хватили. Черт, зараза. Сделал себе лук. Давайте сейчас их расстреляем. Я не думаю, что на это много стрел уйдет. Из пэшки стрелять не хочу привлекать себе внимание. Просто разобьем из лука. Есть, эту разбили. Так, и эту тоже разбили. Думаю, думаю, все будет в порядке. Должны, должны допрыгнуть. Сейчас, наверное, еще пару этажей буквально пристроим. А дальше уже... Дальше уже с какой-нибудь ящичкой туда запрыгнем. Да? Потому что... Нет, отсюда-то невозможно. Нужно еще пару этажей. Так. Это сюда, это сюда. Ставим еще одну. Лесенка. Сюда. Так, а здесь могу поставить? Могу. Нормуль. Нормуль. Мне хватает стабильности. Вот, значит, сюда тоже смогу. Так, нет, здесь закрывать, наверное, не будем. Сейчас поставим с вами здесь везде дверные проемы, чтобы стабильности добавить. Есть. Ставим треугольничек. Слушайте, совсем близко, да? Совсем, совсем близко. Нужно еще поставить ящик, и можно попытаться прыгнуть. Ящики крафтятся по 30 секунд. Все крафтится очень долго. Так, на краешек его давайте. Раз. Есть. Ну, с богом. Ладно, полетели. Давай, 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 давай. Почти. Почти, почти. Дом близко. Сейчас воскрешусь, все заберу. Скрафтил большой ящик. Давайте с него прыгать. Я думаю, что вот чуть-чуть не хватило. С этого ящика абсолютно точно долетим, да? Ну, вообще очень близко. Так. Шприц подготовим. Давай. Прыжок. О, на краешек. Прямо шикарно. Просто шикарно. Все, ломаем нафиг пристроечку. Есть, отлично. И пойдемте внутрь. Пойдемте внутрь. Ну, ну, понятно. Конечно, ничего не закрыто. Дырка в потолке. О, и слипер стоит. Какой-то мак... Лежит. Какой-то макгрегор. Ну, в принципе, даже ресурсы у чувака есть, да? И даже револьверчик, пайпуха, патрончики. Патрончики, бронька. Ну, это уже немножко обнадеживает. Так. Бинты мутят заберем. Хотя... Вот самое-самое нужное мне, в принципе, дерево, да? Это мы все с тебя успеем собрать. Это все успеем. Давай авторизуемся, очистим. Авторизуемся. Так, здесь что у нас? Макгрегор, ты один живешь или не один? Если один, то, в принципе, он очень неплохо поставил. О, нормально. Немножко серый есть. Поплавленный, не поплавленный. Здесь еще немного серый порох. И еще тысяча серый. Еще железо много. МВК есть. Но железо... Железо это классно. Железо это просто суперски. Здесь у нас с вами... Флэга всякая. Так. Капельку компонентиков. Ну, шестеренки это хорошо. Вот почему-то мне шестеренки практически не падали. За все время, может быть, сам вынул всего две шестеренки, да? Опять же, у него есть эти самые, как их, дорожные знаки. Так. И можно будет застроить здесь вообще дверь входную. Мы здесь дверь застроим. Потом мы уничтожим спальник. И застроим еще шкаф. А потом застроим потолок. И все, его отсюда нафиг выселим. Он здесь больше жить не будет. Мне такие соседи активные рядом с домом не нужны. Мне такие... Я сейчас зря, наверное, сделал, да? Ой, ладно. Пока что мы его давайте уберем. Потом построим. Построим. Потом, давайте сначала вынесем все отсюда ресурсы. Этого гаврика мы убиваем. Так. Тебя бы тоже на самом деле бы застроить нужно. Сейчас мы из него все переложим куда-нибудь в ящики его же, да? Этого гаврика убиваем. Уничтожаем его спальный мешок. Все здесь застраиваем. И больше он здесь не живет. Он отсюда выселен. Собрал все самое основное. Ну, смотрите, получилось практически 2000 серы. Там еще 200 пороха лежит, да? Блин, потемнело очень сильно. Я сейчас буду выползать отсюда наверх. Очень сильно потемнело. А, это лошадь. Нормально. Но вообще лучше не жечь факел, потому что издали очень хорошо видно, что здесь кто-то есть. Что здесь кто-то шкерится. В общем, отсюда выползаем. Все это относим домой. Там еще у него порох завалялся. Сейчас за ним вернусь. Я сюда кинул свой спальник. Я домой отнесу. Я даже пристраиваться не буду. Дом и кильность. Здесь встану. И все оставшиеся ресурсы принесу. Потом я сюда пристроюсь. С ресурсами приду. И все полностью, весь дом застрою. Так, снова тут. Все в порядке. Бинтики заберем. Сейчас отличимся. Ну, смотрите. Я еще забрал 280 пороха. 413 серы. И до этого 1780 серы отсюда вынес, да? Ну, там часть просто не переплавленная. Но это без разницы, серая она. Какая разница, переплавленная или нет. То есть получилось, что мы забрали отсюда 2 200 серы, 280 пороха. Мы окупили себе тот рейд, где я ракету потратил просто так. Блин, отлично. Все, сейчас отсюда выбираемся. Домик полностью застраиваем, чтобы в него не было доступа. Двери застраиваем. И все. Ну, и будет стоять еще один такой шкафчик. Здесь шкаф тоже обязательно застроим. Будет стоять шкафчик, который просто, ну, как знаете, как сказать, охранять. Не давать возможность рядом со мной строиться. Что, в принципе, мне очень на руку. А на этом, наверное, давайте этот выпуск завершать. Огромное спасибо за внимание. В принципе, я всех соседей, которые рядом со мной были, все активные домики зарейдил. Всех выселил. Все шкафы теперь мои. Все шкафы застроены. Все домики застроены. Рядом со мной никого не осталось. И это, на самом деле, очень классно. Надеюсь, что... Надеюсь, что меня не зарейдит. Какой-нибудь большой клан в ближайшее время. А на этом все, друзья. Если вам этот выпуск понравился, пожалуйста, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски по этой игре, а также другим играм. Удачи, друзья. Пока. Надеюсь, я вижу вас в следующем выпуске.